Слава Господу Сегодняшний день народ Божий по всему лицу земли собирается вместе, чтобы прославить того, который однажды, оставив славу неба, пришел на землю и совершив искупление, воскрес и сегодня приходящий к нему воскресает. И сегодня в этот праздник, светло воскресение Христово, и мы собрались, чтобы прославить нашего Господа, который однажды нас нашел, который однажды нас сроднил, который однажды нас посетил с вами. Мы читаем такие слова в Евангелии от Матфея, в 28 главе. По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. Вид его был, как молния, и одежда его бела, как снег. Устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали, как мертвые. Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал, не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его нет здесь. Он воскрес, как сказал, пойдите, посмотрите место, где лежал Господь. И пойдите скорее, скажите ученикам его, что он воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее. Там его увидите. Вот я сказал вам. И выйдя поспешно из гроба, они со страхом и радостью великую побежали возвестить ученикам его. Мы читаем повествование, что женщины, которые первые услышали из уст ангела об этой вести, что их Господь, который всегда был с ними, который всегда их охранял, который их питал, они с ним чувствовали себя безопасно, безопасно, друзья мои. И мы видим, что когда они его положили во гроб, то пришли они и посмотреть, что там в другом Евангелии написано. Они шли с Елеем, да, они шли туда, друзья мои. И мы видим, что они первые услышали ангелы, которые предстали, сказали, что вы ищете живого среди мертвых. Друзья мои, и с тех пор мы считаем, что дальше он явился ученикам, которые шли в Емаус. Дальше он явился всем, которые были собраны, 12-ти, они были собраны вместе в горнице. Он предстал и перед ним сказал, мир вам. И мы читаем другие слова, которые написаны в откровении Иоанна Богослова, что этот человек уже был сосланный за Слово Божие, за свидетельство на остров Пасмос, в этих камелоломле. Он был сосланный, написано, воскресный день. Он был в духе, друзья мои. И мы видим, что и там Господь ему явился и сказал такие слова. Не бойся, я есть первый и последний, и живой, и был мертв, и сижив во веки веков. Аминь. Слава Господу! Посмотрите, друзья мои, Господь явился этому человеку, который, казалось бы, не имел возможности быть в таком служении, как сегодня мы. Он был сослан, он был один в трудных ситуациях. Но в воскресный день Господь пришел к нему и сказал, не бойся, я жив. Слава Господу! Друзья мои, и сегодня он продолжает являться ко всяким человеком, желающим его познать. Он сегодня является народом, он сегодня является судьбом и семьям людей. И однажды нам явился, друзья мои, слава Господу. И по сей воле сегодня мы радуемся, мы собрались вместе. И сегодня также с этими словами, которые сказали ангелы, я хочу сказать, Христос воскрес! По истину воскрес! Христос воскрес! По истину воскрес! Христос воскрес! По истину воскрес! Прославим воскресшего Господа! Христос воскрес! Он жив, он жив, с тобою вслед по праву. Он жив, он жив, Господь сердцем восстан. Он жив, он жив, сиянием окружен. Идет нас к вечной жизни, и он его злодеев грудник На греба отнесли. Ему страдания грудник грехом мы нанесли. Дрова бы он струился, в борьбе с него чела. Сверши, он друг ему, Аллах. Он жив, он жив, с тобою вслед по праву. Он жив, он жив, Господь сердцем восстан. Он жив, он жив, он жив, сиянием окружен. Идет нас к вечной жизни, и он. Он жив, он жив, он жив, с тобою вслед по праву. ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 ПЕСНЯ 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 Мне машет лес, выводит рели птиц. Смотрю я в синь святых небес, Где он царит во славе. Христос воскрес, Христос воскрес, И он придет за нами. ПЕСНЯ Христос воскрес, Христос воскрес, И для того Христос воскрес, Чтоб нас собрать в страну чудес. Христос воскрес, Христос воскрес, Христос воскрес, Христос воскрес, Почему душа к восторгам чуткая, Он воскрес, не будьте, он воскрес. Радость потекла живым, веру слави, Словно сок разбуженных берез. Христос воскрес, Христос воскрес, Минуты грустные, Жив Христос, Легуй тиши, Жив Христос. Христос воскрес, Христос воскрес, Почему идут Иисусу званые, Любит Он и пути любит Он. Дети сегодня с лучистых небес, Ангелов голос мучит, Живь, Распасите, Христос наш воскрес, Радостью сердце горит. Асана Христу, Асана Христу, Радуйтесь, детки, воскрес Иисус В гробе Спасителя нет Всем воскресенье это слушает путь Весь воскресенье в весне Ассана Христу, Ассана Христу Ассана, Ассана Христу Ассана Христу, Ассана Христу Ассана, Ассана Христу Мамы, Емы, но прославить хотим Имя Иисуса Христа Радостью воды Иисуса сами Детки наши сердца Ассана Христу, Ассана Христу Ассана, Ассана Христу Ассана Христу Ассана Христу Ассана, Ассана Христу Пасхальное утро всем радостью светит И звон церквей несется до небес Ликуйте все взрослые, радуйтесь, дети И всем возвестите на этой планете Христос воскрес, воистину воскрес Он смерть победил, он дал путь для спасения И вив с собой величие чудес Пусть славная весть о святом воскресении Подарит надежду, любовь и утешение Христос воскрес, воистину воскрес Очень рано На рассвете С ароматами ругать Чуды веры Божьи веки Чито в гробу сбросит страз Бед живого среди бятных Иисус Христос воскрес Пусть его сердца потно Маски боют до небес Всех вас приветствую словами Христос воскрес Христос воскрес Христос воскрес Присядьте Дорогие друзья Этот день, в который Христос готовился Еще от начала создания Мира Он должен прийти И как Агнес Должен заклон за все Человечество И он это сделал И мы теперь Празднуем этот день Что он был заклон Но он воскрес В оправдание наше Слава Богу А что он воскрес Каждый из нас Может не все Имеет то усыновление Которое он дарует Каждому христианину В сердца наши Духа Святым Он посынился в нас Слава Богу И поэтому Я уже буду Очень краток Вы помните Что когда Христа Распили И когда Его положили Во гроб Придавили Большим камнем И поставили Стражу И вот фарисеи Пришел Пришел Ночью Не украли Его И не сказали Народу Воскрес Из мертвых И будет Последнее Последний обман Хуже первого Пилат сказал им Имейте стражу Пойдите Охраняйте Как знаете Они пошли И поставили У гроба Стражу И Приложены К камню Печать В одни торжественные Пасхи Я вижу Крест На нем Христа Ах сколько Нежности И ласки В его Прощающих Устах Прости Им Отче Совершилось Распятый Иисус Сказал Какая Благодать И милость В его Страдающих Глазах В одни Торжественные Пасхи Я возвышаюсь До стиха И размышляю Как опасны Для душ Последствия Греха Бесспорно Грех Есть смерть И жало Но Иисус Взошел На крест Чтоб смерть В бессилии Бежала Когда из мертвых Он воскрес В одни Торжественные Пасхи Входя В святой Природы Храм Я вижу Радужные Краски В прекраснейшей Из телеграм Христос Воскрес Всего Два Слова А в душах Неземной Восторг Попавший В прах Восстанет Снова Как из земли Сухой Росток Разрушен Лагерь Смерти Адский Христом Творящим Чудеса Когда я думаю Пасхи Я воспаряю В небеса Чудо Чудо Выше всех Чудес Христос Воскрес Смерть Ушла И в прав Исчез Христос Воскрес Христос Христос Мертвых Его Нет Христос Воскрес Во сиян От миром Смерть Христос Воскрес Идет Глоб Его Пустой Иисус Христос Живой Христос Воскрес Поистину Воскрес Христос Воскрес Поистину Воскрес Нас Господь От смерти Спас Христос Воскрес За свободу Среди Нас Христос Воскрес Веселись И слава Слов Нынче Царствует Любовь Христос Воскрес Поистину Воскрес Христос Воскрес Поистину Воскрес 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 Летит Пусть эта песня Она сам И до небес Ее живые звуки Звучат и там и здесь Прикуйте вместе с нами Христос Воскрес Апы золотые И смок Турист Воскрес 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 Слава Аллилуйя Христос ПЕСНЯ 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 Христос воскрес, встав из гроба, смерть поправ и тление, чудо в день, когда Христос воскрес, встав из гроба, смерть поправ и тление, говорят, что в мире нет чудес. Субтитры создавал DimaTorzok Чудо в день, когда Христос воскрес, встав из гроба, смерть поправ и тление, чудо в день, когда Христос воскрес, встав из гроба, смерть поправ и течение, Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Бог придет, чтоб взять детей своих От земли для вечного спасения Бог придет, чтоб взять детей своих От земли для вечного спасения И настанет самый чудный миг Самое желанное мгновение Бог придет, чтоб взять детей своих От земли для вечного спасения Песня «Симон» Израиль верит в милость, не спит, а ждет Спасет Бог отсюда Я пройду мимо вас Как увижу кровь Я пройду мимо вас Но коснусь врагов Я пройду мимо вас Как увижу кровь Кровь невинного Агнца По душ Числу Ягненка все Заклали Как Бог Велел Ждут удрени Заклали Но кровь Его На косе Как Вид Нали Сейчас Проверь Пойди Посмотри Я пройду мимо вас Как увижу кровь Я пройду мимо вас Но коснусь врагов Я пройду мимо вас Как увижу кровь Кровь невинного Агнца Увы Забыл На косе Как Нет Крови Постой 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 В Убитель Не Входи Господь Прости Я Праздник Уготовил Молись Душа Надейся Бережки Я Пройду Мимо вас Как Увижу Кровь Я Пройду Мимо вас Но коснусь Врагов Я Пройду Мимо вас Как Увижу Кровь Кровь Невинного Агнца Душа Приви Господне Искупление И верь В того Кто Умер За людей Не спи Кричи Другим Другим Предупреждение О Мир Проснись Губителю Дверь Я Пройду Мимо Вас Как Увижу Кровь Я Пройду Мимо Мимо Вас Но Коснусь Кровь Я Пройду Мимо Вас Как Увижу Кровь Кровь Невинного Агнца Когда Господь Являл Великую Милость Народу Израильскому И после четырехсотлетнего Их рабства Он освобождает их Из этого рабства Египетского В котором они находились И Слово Божие Говорит Что Вопалих Дошел до Господа И Бог Явил к ним Спасение И в исходе Написано в 12 главе Такие слова Скажите всему обществу Сынов Израилевых Десятый день Всего Месяца Пусть возьмут себе Каждый одного Агнца По семействам По Агнцу на семейство Если семейство так мало То не съест Агнца То пусть возьмут Соседом своим Ближайшим к дому своему По числу душ По той мере Сколько каждый съест Расчислите На Агнца И далее Слово Божие Говорит Агнец у вас должен быть Без порока Мужеского пола Однолетний Возьмите его От овец Или от коз И далее И пусть возьмут От крови его И помажут На обеих косяках И на перекладине дверей В домах Где будут есть его И далее Я сию самую ночь Пройду по земле египетской И поражу Всякого первенца В земле египетской От человека До скота И над всеми богами Египетскими Произведу суд Я Господь И будет у вас Кровь Знамением на домах Где вы находитесь И увижу кровь Кровь И пойду мимо И пройду мимо вас И не будет между вами Язвы губительной Когда буду Поражать землю Египетскую И да будет вам День сей памятен И празднуйте в он И праздник Господу Во все роды ваши Как установление Вечное Празднуйте Его И Писание говорит Что где была Кровь На косяках На перекладине Дверей То ангел-губитель Прошел мимо И народ Израильский Находился под Полным прикрытием И защитой Божьей И смерть Не имела Над ними власти А имела власти Только над теми Кого Бог осудил И этот день Памятен для народа Израильского И в этот же день Христос Воскрес из мертвых И Христос Пришел не с осуждением Но Христос Пришел Чтобы покрыть Своей милостью Чтобы людей Искупить от греха И вывести из рабства Греха и смерти Слава нашему Господу Друзья И проповедь И тема моей проповеди Сегодня Христос Наш покров И Писание говорит нам Очень Это важное событие О котором уже сегодня Упоминали Братья из других мест Священного Писания Я скажу Из Евангелия От Иоанна Такие слова С двадцатой главы Я буду читать Выборочно Несколько стихов В первый же день Недели Мария Магдалина Приходит Ко гробу рано Когда было еще темно И видит Что камень отвален От гроба И так бежит И приходит К Симону Петру И к другому ученику Которого любил Иисус И говорит им Унесли Господа Из гроба И не знаем Где положили его И далее такие слова И ученики Увидели Пришли Что Христа нет Писание говорит Второй ученик Уверовал Тогда Вошел и другой ученик Прежде Вошедший Ко гробу И увидел И уверовал Ибо они еще не знали Из Писания Что ему надлежало Воскреснуть из мертвых И так ученики Возвратили к себе А Мария стояла У гроба И плакала И когда плакала Наклонилась во гроб Знаете Меня очень сильно Касается Это место Священного Писания Вот эта женщина Мария Она необычная Она необычная Женщина Которая знаете Услышала Весь о Христе Последовал за Ним Ее как-то жизнь изменилась Но Писание говорит Ей было семь бесов И эти бесы мучили ее День и ночь Но когда пришел Христос Он избавил ее От этих бесов Слава Господу И Писание говорит Она непрестанно была Со Христом Она во всякое время Была с Ним И потому Расстаться с Иисусом Христом Где у него была трагедия Печаль ее души И когда ученики Уже были во гробе Сказали его там нет И она посмотрела Думала Ну может быть Не заметили Ну может быть Еще раз Наклоню голову И посмотрю И Писание говорит такие слова И видит двух ангелов В белом одеянии сидящих Одного у главы Другого у ног Где лежало тело Иисуса И они говорят ей Жена что ты плачешь Говорит им Унесли Господа моего И не знаю где положили его И сказав все И обратилась назад И вот знаете Писание говорит Она уже ангелов увидела Но это не успокаивало ее Два ангела сидели Это не просто люди Это были ангелы в белых одеждах И она говорит Унесли Господа И нет Утешения ее сердцу И Писание далее говорит Обратилась она назад И увидела Иисуса стоящего Но не узнала Что это Иисус Иисус говорит ей Жена что ты плачешь Кого ищешь Она думает что Это садовник Говорит ему Господин Если ты вынес его Скажи мне Где ты положил его Я возьму его Иисус говорит Мария Она обратившись Говорит ему Равуни Что значит учитель Как она узнала его Никто ее так не называл Как учитель Он сказал так В таком тоне С таким миром В своем голосе Что ей не нужно было Других доказать Она знала что это пришел Христос Потому что так Мария Сказать мог только ее Учитель Только ее Господь И Писание говорит Что после этого Она пошла И возвестила Братьям И укрепила Их в вере И до какого-то момента Мария была печальна Она оказалась Как вы знаете Без защиты Без поддержки Но когда пришел Христос Пришла к ней защита Она вернулась Пришло ей Бодрение Она вернулась Пришел Божий покров В мире Господнем И он вернулся В ее сердце Слава нашему Господу И Писание Говорит нам друзья Что во времена В те времена Когда приходил Царь И ему нужно было Войти в город То Писание Говорит нам Что люди Особенно Встречали его Особенно Встречали его И Писание Говорит Что когда Христос Подошел к Иерусалиму То люди Которые только Услышали Что идет Христос Уже начали резать ветви А которые шли Во множестве Ученики Которые шли Они стали говорить О великих делах И Словословить Бога И говорить о великих делах Которые делал Иисус Христос Если мы вспомним с вами День Пятидесятницы То же самое делал Дух Святой Через уста Учеников И они говорили О великих Делах Божьих И Слово Божие Говорит такие слова И когда он ехал Лути девятнадцатая глава И когда он ехал Поселали одежды Свои по дороге А когда он Приблизился К спуску горы Лионской Все множество Учеников Начало в радости Вели гласно Славить Бога За все чудеса Какие Видели Они И смотрите друзья Они постелали Не только ветви Но и постелали Свои одежды Одежда В те времена Я думаю что И в наше время Не утерялось Своего значения И одежда Для израилетян Имела не просто Прикрытие какое-то Это имело И утепление И даже Какой-то покров Потому что Если Ночью Человек Где-то оставался В пути То температура Там резко падала И в некоторых местах Температура падала Близко к нулю Если человек был Без одежды Хорошей Конечно он Мог бы и Перехладиться Может быть даже и умереть Но Слово Божье Говорит Что когда пошел Христос Эти люди Даже пожертвовали Своими одеждами Их возможно Топтали там И этот ослик И может быть Множество людей По ним прошло Я не знаю что было С этими одеждами Потом Может быть они были Негодные Но эти люди Не пожалели Своих одежд Самого дорогого Ценность Что было на их теле Они отдали Во славу Господа И Писание Говорит нам такие слова Я прочитаю Еще Слово Божьего И Нужно сказать так Что Еще До времен Закона Человек Лишился Покрова Божьего Еще В Эдемском саду Человек лишился Покрова Божьего Лишился Лишился Его защиты Потому что Когда люди согрешили Они увидели Что они наги Знаете почему Они увидели наги На них не стало Очень важной одежды Одежды праведности Не стало на ней На них И они увидели Что они наги А до этого не видели И Проходит время Народу Израильскому Дается закон Но народ Израильский Так же отступает От Бога И Писание говорит И сниму Покров с Иудеи И ты В тот день Обращаешь Взор На запас оружия В домике дровом Господь говорит И сниму Покров с Иудеи И с Иудеев Снят Покров И пришло время Когда люди были Без Покрова Божьего Без Его защиты Без Его благословения И в это время И в это время Приходит Иисус Христос И Писание говорит Каков перстный Таковы перстные А каков небесный Таковы небесные Слава Господу Друзья И мы сегодня Живы Не своей силою И мы сегодня Одежды в одежде Праведности Одеты не своими силами И способностями Но потому что Отец нас Небо Христос наш Небо И потому мы небесные Жители Мы омыты Его кровью И очищены И причислены К Его народу Слава нашему Господу Друзья И Писание говорит нам Еще такие слова Что Господь Благ Боящимся Его Как много у тебя благ Которые ты хранишь Для боящихся тебя И которые ты Приготовил уповающим На тебя Пред сынами человеческими Ты укрываешь их Под покровом Лица твоего От мятежей людских Скрываешь их Под сенью От пререкания Языков Писание говорит Дорогой мой друг Сегодня люди Многого боятся Сегодня люди Даже боятся Завтрашнего дня Потому что не знают Падение рубля Подъем рубля Падение валюты Подъем валюты Кризис какой-то Может быть еще Никто не знает Но Слово Божие Говорит Если ты боишься Господа То у Него Достаточно благ Для тебя И Он приготовил Для сынов Божьих Покров Лица От мятежей Людских Слава Господу Друзья Потому сегодня Человеку важно Увидеть Что он Ничто без Бога И он В Боге нуждается И он должен Преклонить Своё сердце Пред Богом И сказать Господи Ты велик А я слаб Покрой меня Своим покровом И Слово Божие Дали это говорит Такие слова Псалм 31 Ты покров мой Ты охраняешь меня От скорби Окружаешь меня Радостями Избавления А Господь говорит Воразумлю тебя Наставлю тебя На путь По которому тебе идти Буду руководить тебя Око мое Над тобою И в откровении Господь говорит Что невесту свою Он одел своим покровом Откровение 19 глава И дано было ей Блечься висон чистый И светлый Висон же есть Праведность Святых А наши ли друзья Это праведность Писание говорит Наша праведность Как запачканная одежда Мы её выбросили И Господь одел на нас Новую одежду Висон чистый Которая есть Праведность святых И Исаия говорит В 61 главе Бог облёг его В ризы спасения И дорогие друзья Кто сегодня Может быть первый раз На этом месте Нужно осознать Увидеть Я без Божьего Покрова Я без Божьей защиты Я нуждаюсь Его Покрови И он даётся Только через Голговскую жертву Иисуса Христа Если ты желаешь Чтобы тебя Бог покрыл Своим Покровом Одел в ризы Одел в ризы Спасения Алё Облёг в одежды Праведности Сегодня на этом месте Будет призыв И очень важно Чтобы твоё сердце Сегодня открылось Для Бога И Бог будет оком Охраняющим И рукою Защищающий В бествиях И в пагубе И мы не знаем Что у нас Завтра Но мы смело смотрим Вперёд Потому что Бог с нами И как апостол Павел говорит Кого нам бояться Ставший Прославим Господа Песня 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 Всем Он Песня 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 Нельзя Песня 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 И все возможно для тебя И снова тайной грусти полон К ученикам он подошел И, увидав их сон спокойный, сказал им Встаньте! Час пришел Уж недалеко битвы слава Блеска великая борьба Молитесь! Скоро в день кровавой земли Окончится судьба! Сказал и снова удалился Под тень смоковницы олив И там, колени преклонив Опять он плакал и молился Отец, мне тяжело Мой ум колеблется Темнеет Все человеческое зло На мне едином тяготеет Позор людской Позор веков Все на себя я принимаю И сам под тяжестью оков Как человек изнемогаю И руки к небу он поднял И весь в молитву превратился Лицо огонь его сжигал Кровавый пот по нем струился И вот спаситель опять пришел к ученикам И в это чудное мгновенье Как он был истинно велик Каким огнем одушевления Горел его прекрасный лик Как отражали отчи Всю волю твердую его Как любовались на него Светило бледной полуночи И вот учителем сказал Вставайте Близок день печали И час предательства Настал И звук мечей остроконечных Сад гефсиманский пробудил И отблеск факелов зловещих Лицо Иуды осветил Агнец был заклан Народом отверженной Внуках на древе Иисус умирал И на Голгофе Невидимый жертвенник Жертву неслыханной болью сжигал Чашу страданий Бездонную Полную Бог до конца Добровольно испил И непосильное Бремя греховное В дланях подняв Как кресту пригвоздил И совершилось Последний он Внятно произнес И гора потряслась И вторило эхо ему Многократное Надвое в храме Завеса рвалась Надвое молния Разрезала небо Гром прогремев Всем мирам возвестил Что на планете Христа Нет Нет на земле Не хватило бы слез Так совершил он Своё всесожжение Жизни своей Ради нас Не щадя Заревым ярким Его озареньем Озаренастого дня Вся земля Двадцать веков Это кровь искупления Освобождает Весь мир от грехов Двадцать веков В ней находят Спасение Все Те, кто поверил В Христову любовь Мы у преддверия Царствия Божьего Ныне тебя И меня он зовёт Ныне для нас Из далёкого прошлого Близкое сердцу А распятие встаёт Аминь Отчего весна Такая нежная С изумрудной Росписью Окрес Почему Душа Так серночуткая Он воскрес Он воскрес Почему Душа Так серночуткая Он воскрес Он воскрес Мы Его Одеждаю Багряною Оправдались Получив Весон Почему Идут К Иисусу Званные Любит Он Любит Он Почему Идут К Иисусу Званные Любит Он Любит Он Любит Он Любит Он Как Иисусу yer Это Он Весе Реки потекут живыми руслами, словно сок разбуженных берез. Сердце почему стучишь, взволнованно? Жив Христос, жив Христос. Сердце почему стучишь, взволнованно? Жив Христос, жив Христос. Отчего весна такая нежная, с изумрудной росписью окрест? Почему душа, как серночуткая, Он воскрес, Он воскрес. Почему душа, как серночуткая, Он воскрес, Он воскрес. Господь воскрес, из любви на небесах, превыше всякой власти, и всякой велики, все вери. Слово истины, слово мудрости, Слово спасения моего. Слово истины, слово мудрости, Слово спасения моего. Во славу живого Бога, Духом святым, Духом святым, Духом святым наполнены и ведомых, На небесах, на небесах, Слово истины, словом мудрости, Слово спасения моего. Слово истины, словом мудрости, Слово спасения моего. Возлюбил людей Спаситель, В деле доказал, На кресте святые руки Каждый увидал. За тебя меня страдая, Умер он любя, Кровь святую проливая, Бог спасенье дал. Воистину воскрес звучат слова, Воистину отжил Христос тогда, Воистину живет Христос всегда, В сердцах, Воистину воскрес звучат слова, Воистину ожил Христос тогда, Воистину живет Христос всегда, В сердцах. Жизнь греховную оставь ты И прими Христа, Он очистит и направит Путь твой в небеса. Сколько счастья и отрады В небесах с Христом, Верным даст Господь награды, Славу воспоем. Воистину воскрес звучат слова, Воистину ожил Христос тогда, Воистину живет Христос всегда, В наших сердцах, В наших сердцах. Воистину воскрес звучат слова, Воистину ожил Христос тогда, Воистину живет Христос всегда, Сердца Воистину воскрес звучат слова Воистину ожил Христос тогда Воистину живет Христос всегда В наших сердцах, в наших сердцах Воистину воскрес звучат слова Воистину ожил Христос тогда Воистину живет Христос всегда В сердце 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 Оно еще до вековых времен был плану Бога. Был плану Бога спасти человечество от власти и рабства греха. И в Ветхом Завете этот прообраз был показан через народ Божий и через его рабство в Египте. Друзья, сегодня не надо выходить из какой-то страны. Не надо искать обетованную землю на земле, друзья. Потому что Бог приготовил новое небо и новую землю, на которых будет обитать правда. Сегодня на этой земле с трудом она обитает, с трудом. Но Бог приготовил то место, где эта правда расцветет. Слава Господу! И вот это и есть обетованная земля, куда Бог желает привлечь души человеческие и вывести из этого рабства, в которое человек попал через грехопадение. И мы видим, что в Ветхом Завете Бог показал это на примере своего народа. И что Ветхий Завет это и есть прообразы для нас, достигших последних времен. Если в Ветхом Завете было все в прообразах, все написано как тень будущих благ, то в Иисусе Христе это есть самый образ вещей. Это уже не тень, это же не отблеск какой-то, друзья. Это то самое истинное положение вещей, которое Бог открывает через свою благую весть. И вот эту благую весть апостол Павел возвещает, он не только Коринфянам возвестил. Если посмотреть на ореол его служения, то, ореол, то мы видим, что, знаете, там он говорит, я проповедовал от Иерусалима до Испании. Он прошел там и Грецию проходил, там и Македонию, и там и нынешнюю Турцию, там все эти государства. До Испании дошел, обратно вернулся. И везде, когда возвращался, еще и смотрел, чтобы все это преподанное они так удерживали. Мы видим, какое благословение он принес, что сегодня эта благая весть, которая через этого, знаете, такого негодного человека, которым он был до познания Христа, эта благая весть, она распространилась. И он об этом свидетельствует Коринфянам и открывает им эту истину. И он говорит, что Христос умер за грехи наши. Слава Господу! И это было еще предназначено Богом, потому что ни один человек не сможет освободиться от власти греха. Ни один человек. Почему? Потому что человек попал через вот это непослушание Богу, он попал в это рабство. И вы знаете, когда человек находится в рабстве, он уже не свободный. Он что хочет, не может делать. Но он будет делать то, что его господин будет заставлять. И вот человек попал в нехорошее рабство, в рабство греха. И он, может быть, и желает, знаете, чтобы у него все было хорошо, взаимоотношения со всеми были хорошие, добрые, любить людей, помогать, знаете, ну, такая мораль, этика, все хорошо. Но он не может этого сделать. Он не может этого. Потому что тот господин, у которого он в рабстве, он вот это все доброе, он будет заглушать. Он будет своими ему навязывать мысли, свои дела, свои действия. И мы видим, что люди, они, знаете, ну, не хотят вроде, но делают зло. Вроде внутренне не хотят, но они вынуждены его делать. И это есть закон греха, который действует в человеке. Но мы видим, что Слово Божие говорит, Христос, Он умер за наши грехи. И то возмездие, которое мы должны нести каждый из нас, вот то, что понес Христос, это бесчестие, унижение, поругание, посрамление, смерть, друзья. Каждый из нас должен был понести это. Но мы видим, Он взял на Себя наши грехи, наши немощи, и Он это понес. Слава Господу! Если сегодня кто-то еще, чье-то бремя, или чей-то грех, или чью-то жизнь, чьи-то недостатки и немощи, еще Христос не несет, друзья, вы знаете, тогда вы сами понесете бесславие, поругание, унижение за те неправильные действия, которые делали в своей жизни. И мы знаем сами, когда мы что-то сделали нехорошее, недоброе, то проходит 10, 15, 20, 30, 40, 50 лет, оно возвращается в памяти и волнует нашу внутренность. И мы не сможем заглушить этот голос, оно всплывает не по нашей воле, и оно свидетельствует, и как набат бьет в нашем сердце, и нам нет покоя. И человек не может найти покоя, потому что та неправда, которую он сделал в своей жизни, совесть она будет напоминать. И этот суд, который Бог через совесть произносит в человеческом сердце, в человеческом разуме, он будет звучать, и это действительно тяжело. И тот человек, который переживал суд совести в своем сердце, он понимает, едой не заглушишь, сна нету, мира нету, вот что делать не знаю. И многие люди, они даже заканчивают свою жизнь, они не могут вот этот, как бы сказать, приговор, который над ними висит, они не могут его выдержать. Друзья, но сегодня, сегодня, сегодня праздник, если так уж сказать, по правоведению, да, сегодня амнистия, слава Господу. И Слово Божие говорит, Христос умер за грехи наши, и это по Писанию, это по Слову Божьему, это милость, которую Бог явил людям, что Он на Своего Сына это возложил. И никто, кроме Него, не мог бы понести этого наказания. Но вы знаете, на этом не заканчивается, что вот Христос пострадал, нам теперь легко, и все. Друзья, нет. Благая вести Евангелия, которую проповедовал апостол Павел, которую принес Христос, говорит дальше. Он даже был погребен, то есть Он действительно принял эту смерть, Он физически умер, как человек, Он умер физически. И Он, почему? Потому что, с одной стороны, смерть не могла над Ним иметь власти, Он был безгрешен, и по законам неба Он не должен умереть. По законам вселенной Он не должен умереть. Но Его смерть это свидетельство, что Он действительно на Себя взял грех. Если бы Он на Себя не взял, Он бы никогда не умер, друзья. Но Слово Божие говорит, но Он умер за грехи наши. И то, что Он умер, это свидетельство, что Он взял на Себя грехи всех людей. Слава Господу! Потому что Он был погребен, Он физически умер. И Он, написано, вкусил смерть за всех. И Слово Божие говорит дальше, и что Он погребен был и воскрес в третий день по Писанию. Слава Господу! И по этому же самому Писанию, по Слову Божьему, было такое определение, что Он воскреснет. И Бог, Отец, Он оправдает этот поступок Своего Сына. Хотя Он взял на Себя грех, хотя Он вкусил смерть, но это Он не за свои дела вкусил. Он вкусил это для спасения каждой души. Слава Господу! И Он воскрес! Бог Отец воскресил Его! И этим подал удостоверение, чтобы мы сегодня могли иметь веру, могли иметь надежду и упование на Господа. Друзья, но и этого еще недостаточно, что Он воскрес. И поэтому апостол Павел дальше продолжает. И сегодня было зачитано, и брат Петр еще в самом начале, думаю, ну вот сейчас он всю мою проповедь скажет, и мне нечего будет говорить. И Он в самом начале еще сказал во вступительном слове то, что я хочу сейчас продолжить после воскресения Иисуса Христа. И там мы читаем дальше. И что? Явился Кифе 12, 500, потом и самому Павлу, и явился сегодня кому? И нам. Слава Господу! Аллилуйя! Что Христос, Он не просто воскрес и на небеса ушел, и все, и на этом все. Друзья, но Он еще послал Дух Святой, Который пришел на эту землю. И Он нам напоминает слова Христа. И Он делает невозможным то, что для нас было невозможно. Мы раньше хотели делать добро и не могли, потому что были в этом рабстве. То теперь через голговскую жертву Иисуса Христа, вот этот Израиль, через этого Агнца, Он вышел из этого рабства. И сегодня через кровь Христа, друзья, те, которые приняли эту жертву верою, то они выходят из этого рабства. Над ними уже дьявол не имеет той власти. И они теперь могут делать добро. Они теперь могут делать и через это прославлять имя нашего Господа. И мы видим, что апостол Павел говорит, что он был неким извергом, как я уже сказал. Это был такой человек, такой человек, который гнал Церковь Божию. И он не просто ее гнал там и говорил на них плохие слова, но он их там и в темнице влачил. И когда побивали Стефана, этого мужа Божьего, и все клали одежду у его ног, и он одобрял это убиение. Мы видим такой человек, который гнал Церковь, и не просто гнал, терзал ее. Ему мало было Иерусалима, он еще и в Сирию подался, в другую страну, чтобы и там этих последователей притеснять. Смотрите, какой жесточенный человек был, да? Но мы видим, что он сам о себе говорит, я так делал, потому что был в неверии. Он в неверии. Он не верил в Иисуса Христа. Но когда ему Христос явился, на этом пути в Дамаск, и он тогда увидел. Ему тогда все стало просто и ясно. Написано, и потом явился и мне, как некоему извергу. Смотрите, как он о себе пишет. Не стесняется назвать себя таким именем. И он понимает, кем он был. То есть, когда Христос пришел в его жизнь, он просто увидел, что он, где он ходил, чем он занимался. И мы видим, что и это еще не все. Явление Христа и откровение Его в нас, как Спасителя, как Того, Который умер за наши грехи, и воскрес, чтобы мы сегодня, как уже говорилось, имели эти одежды праведности. Воскрес для нашего оправдания, друзья. И это еще не все. И это еще не все Евангелие, которое мы приняли, которым утвердились и которым спасаемся. Это еще не все Евангелие. И он пишет дальше. «Ибо я наименьший из апостолов и не достоин называться апостолом, потому что гнал церковь Божию. Но благодатью Божию есть то, что есть. И благодать Его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился. Не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мной». Слава Господу! Мы видим, что апостол Павел принял эту благодать Божию. И эта благодать Божия, она не была тщетной, она не была напрасной, но она произвела такое действие, что я уже как сказал, из этого гонителя церкви. Она сделала такого труженика, который более всех потрудился от Иерусалима до Испании. Слава Господу! И вот это и есть та полнота Евангелие, которую он передавал Коринфской церкви. И который он хочет, чтобы и сегодня мы... И он напоминает нам, написано, «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал, которое вы приняли, в котором утвердились и спасаетесь». И это Евангелие состоит в том, что Христос умер за наши грехи. Слава Господу! Нам не нужно их отрабатывать, нам не нужно откупаться как-то. Мы ничего не можем Богу принести, то Сам Бог нам дал этот путь спасения. Наши грехи прощены. Слава Господу! Грех не имеет над нами власти. Слава Господу! Потому что Христос пострадал, и Он взял на Себя это. И дал нам власть быть чадами Божьими. И дал нам власть быть народом Божиим. И написано, «Он воскрес!» Это реально. Это сегодня все. Я думаю, и президенты, наверное, сегодня отвечают. И, как сегодня Сережа Рыбкин говорил, и академики, и доценты каких-то наук, которые высчитывают этот день Пасхи, они тоже сегодня говорят, «Воистину воскрес!» И Он действительно воистину воскрес, чтобы нас оправдать, чтобы мы сегодня были оправданы Богом, чтобы мы могли прийти к Нему, чтобы мы могли жить с Богом, чтобы наша жизнь изменилась, как она изменилась у апостола Павла. И Слово Божие говорит, что Христос является и сегодня, и в 21 веке, как Он в первом являлся после Своей смерти, Он и сегодня является сердца людей для того, чтобы их оживить, для того, чтобы их оправдать, чтобы их утешить, чтобы этих измученных, грехом, избитых, искалеченных отпустить на эту свободу, которую дает Бог, свободу от этого зла, свободу от греха, иметь этот мир, иметь эту радость и праведность в Духе Святом, иметь это Царство Божие внутри себя, иметь свидетельство внутри себя, что Бог за тебя, Бог любит тебя, и Он будет, как сегодня уже говорилось, заботиться о тебе, у Него много благ для тебя, но ты надейся и уповай на Него. И мы видим, Христос является, сегодня ищет эти души, Христос посылает Свою благодать, которая не тщетна, друзья, но эта благодать изменяет нас и делает нас способными нести дальше эту благую весть, этой благой вестью жить, этой благой вестью спасаться и спасать еще многие и многие души. Слава нашему Господу! И поэтому, как уже говорил брат Роман, сегодня, если кто есть на этом месте, которые не приняли это освобождение от власти греха через жертву Иисуса Христа, но которые действительно сегодня, слыша Слово Божие, слыша пение, к ним пришла эта вера, хоть она пускай маленькая, к ним пришла эта надежда на нашего Господа Иисуса Христа, что раз Он такого изверга, как апостол Павел, спас, раз он, знаете, друзья, каждый бы мог из нас засвидетельствовать, какой он был доуверивания и каким он стал в Иисусе Христе. И раз Он нас таких спас, дорогой друг, дорогая душа, Он и тебя спасет. Для Него нет ничего невозможного. Слава Господу! И сегодня Бог, как и две тысячи лет назад, сегодня призывает, придите ко мне. Все, кто труждающиеся, обремененные, все, кто действительно тяготеющие под этим бременем греха, каких-то неправильных поступков, неправильной жизни своей. Сегодня, друзья, амнистия, сегодня Бог прощает всякого. Только необходимо одно условие. Он говорит, придите ко мне, чтобы мы могли сегодня принять, принять, как того Агнца, они скушали в Ветхом Завете. Они приняли его внутрь. И сегодня Слово Божие, ты должен принять, ты должен его скушать, ты его должен принять своим разумом, своим сердцем, чтобы он прибыл в тебе, чтобы Слово Божие прибыло в тебе, чтобы спасение, которое Бог заложил с этим Словом, оно совершило в твоем сердце этот великий труд, и ты мог своей жизнью прославить нашего Господа. Если в нашем собрании есть желающие, которые желают принять Христа как своего Спасителя и отдать Ему все свои грехи, все свои неправды, и уже жить для правды, жить вместе с Иисусом Христом, и иметь от Него эту благодать, которая не тщетна, но изменяет человека, преображает его в образ Иисуса Христа, то сегодня это благоприятное время, как я уже сказал, сегодня эта вещь спасения, она звучит, она звучит для тебя, чтобы ты мог ее принять, чтобы ты сегодня мог сделать этот выбор. Если в нашем собрании есть такие души, вы поднимите руку, чтобы мы видели, и мы помолимся за вас, чтобы Господь вошел в вашу жизнь и благословил вас. Есть такие желающие? Я рук не вижу, но я знаю, что все равно есть такие души на этом месте. Поэтому мы будем молиться, мы будем молиться, и вы знаете, чтобы мы не уставали напоминать, чтобы Церковь Божия, те, которые призваны нести эту весть, как апостол Павел, он не уставал напоминать это Евангелие. Почему? Он говорит, я не стыжусь благовествования Христова. Оно есть сила ко спасению всякому верующему. Слава Господу! Мы с вами в большинстве сегодня на этом месте верующие, и это есть наша сила, это Слово Божие, это Евангелие, которое мы приняли, спасаемся, утверждаемся им. Но есть многие души, которые еще не приняли, которые еще, может быть, не утвердились, не имеют этого спасения, чтобы мы не уставали напоминать. И мы помолимся, чтобы Господь благословил и Церковь Свою нести эту весть спасения, и благословил еще те души, которые не приняли Христа, чтобы они могли открыть свое сердце, принять эту весть и иметь спасение. Аминь.